Добрый день! В эфире информационная программа Вести Кабарням Валкария в студии Беслан Суидимов. Депутаты Совета Местного Самоуправления Чирекского района на 14-й сессии поддержали создание туристического кластера в регионе. Кроме того, они предложили представителям госкорпорации курорта Северного Кавказа приехать и на месте провести презентацию проекта, разъяснить людям, какие объекты и где будут возводиться, уточнить другие нюансы будущего строительства. Местные власти при этом ратуют за сохранение традиционных форм хозяйствования на землях, которые войдут в особую экономическую зону, а также условия возможности их приватизировать, кроме тех, что размещены под объектами. КСК в свою очередь неоднократно заявляла о своем намерении максимально полно сохранить культурное и историческое наследие народов Кавказа, а также сдействовать в бальнеологические возможности района, где расположены знаменитые Аушигердские и другие горячие источники. В компании надеются, что открытый диалог с населением позволит снять тревоги и опасения граждан, повысить уровень информированности жителей о перспективах реализации проекта. А местные власти в свою очередь рассчитывают, что строительство туркластера даст новые рабочие места, а также поспособствует созданию развитой курортной инфраструктуры, включающей сети электро, водо-тепло- и газоснабжения, водоотведения и очистные сооружения, автодороги и прочее. Фонд содействия реформирования в ЖКХ в текущем году направит Каберзенбалкарии более 116 миллионов рублей. На софинансирование программ из республиканского бюджета будет выделено почти 35 миллионов рублей, сообщает Госкомитет Кабер по жилищно-коммунальному хозяйству. На проведение капитального ремонта многоквартирных домов будет выделено свыше 53 миллионов рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда около 63. За время действия этих федеральных программ в свои жилищные условия в Кабарзенбалкарии улучшились сотни семей. По просьбе регионов России фонд содействия реформирования в ЖКХ продлил реализацию проекта еще на несколько лет. Сослужный журналист КБР Арсен Булатов назначен главным редактором газеты «Кабарзенбалкарская правда». До настоящего момента Арсен Булатов занимал должность главного редактора газеты «Московский комсомолец» в Кабарзенбалкарии продолжает оставаться руководителем этого проекта. В КБП он семь лет работал редактором отдела информации, публицистики и спорта. Широкую известность завоевала его рубрика «Ворчание» и «Гнят». Сегодня в России отмечают последний день Мастничной недели «Прощенное воскресенье». Накануне праздник для своих сотрудников и их гостей организовало руководство пограничного управления ФСБ России по республике. Подворье развернули прямо на территории всех желающих, угощали военной кашей и блинами с чаем. Развлекали отдыхающих народный казачий ансамбль «Велик день» и коллектив «Любава». Русские народные песни сменяли национальные кавказские танцы. Кулачных боев в этот день устраивать не стали, обошлись более гуманными соревнованиями, битвой на подушках. И если сначала среди желающих были только дети, уже совсем скоро к ним присоединились и взрослые. А чтобы праздник запомнился надолго, гости фотографировались с масленицей, огромные соломенные куклы, которые по традиции зажигают, чтобы прогнать зиму и расчистить дорогу весне. В Нанчике состоялся открытый командный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти погибших сотрудников спецподразделения. Он проводился при поддержке Министерства внутренних дел, спорта, туризма, курортов, ФСО «Динамо» и Федерации рукопашного боя. Рассказывает Элена Кушхова. На турнире были представлены 12 команд от силовых структур и судебных органов Квартины Балкарии. СОБР, ОМОН, МВД, Управление Федеральной службы наркоконтроля, Федерация армейского рукопашного боя, судебные приставы, оперативный штаб при МВД и две гражданские команды из Нальчика и Боксана. Перед началом соревнований они почтили память своих сослуживцев, отдавших жизни во имя законности, правопорядка и безопасности граждан. Рукопашный бой был выбран не случайно. Именно с умением и владением различными видами боевых искусств мы олицетворяем образ спецназовца. Как отмечают организаторы, турнир еще и призван воспитать у молодежи уважение к ветеранам войн и военных конфликтов, а также к памяти бойцов правопорядка погибших в горячих точках. Мы большое значение преподаем этому турниру. Он не только увековечивает память наших сотрудников, но и имеет большое военно-патриотическое воспитание среди молодежи, как республики, так и молодых сотрудников. Рукопашный бой, он достаточно развивает много качеств у человека, и бойцовские качества, и физическая подготовка, волю к победе. Все, что нужно на сегодняшний день сотрудникам, не только органов внутренних дел, но и там всех, кто здесь представлен. Командное первенство проводилось в формате стенка на стенку по олимпийской системе. Свои победы участники соревнований посвятили погибшим товарищам. Это огромная часть, по-моему, что они их не забывают. Это нормально, мы самые сотрудники, мы понимаем это. Все на высшем уровне. На открытых соревнованиях бойцы смогли проверить себя, повысить мастерство, увидеть образцы лучших поединков. А в итоге первое командное место досталось партийному обществу «Динамо». Второе место завоевал СОБР, третье – судебные приставы. Председатель Союза ветеранов Афганистана Тимурт Хагалегов подарил кадетам, которые с восхищением следили за боями, пневматическое ружье. И вручил медали за отвагу ветеранам-афганцам. Елена Кушхова, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Вести Кабардино-Балкария. МЧС по Кабардино-Балкарии распространила экстренное предупреждение. Сегодня в горах республики лавина опасна. В связи с возможными чрезвычайными происшествиями туристов, спортсменов, пограничников и местных жителей призывают быть осторожными. На этом служба информации завершает свою работу. Все новости нашей программы также на сайте вести.кбр.ру. До встречи на канале Россия.